Нью-Мехико. Среда, 12 августа 1998 года. Время 8.36 утра. Визит в Черную Мезу. Вторая парковочная зона. Визит в Черную Мезу. 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 прибыли слишком долго у них есть отдельный в общем вход для вниз не сотрудников что ладно прибыли так ребят одну секундочку так ну я так понимаем мы в качестве вот этого самого посетителя так отключение пассива красавчик куда-то собрался убегать так блаками за центр комплекс центральный комплекс я так понимаю это не сектор себя где обычно мы бегаем комплекс эй куда нас отправили так . не туда я видимо пришел так не реагирует так давайте попробуем на лифте теперь прокатиться нет ничего не получается так ну что я предлагаю сделать несколько ухты как красиво красиво изображение галактики а еще одно ребят я предлагаю сделать некое предположение что может юрист или адвокат дать его черной мези чисто теоретически он может скажем так может быть узаконить исследования до которые раньше не имели там скажем никакой судебной практики да или может быть действительно приехал как с проверкой установить как проходят исследовательские процессы насколько они опасны для сейчас я чё-то начало жесткое происходить а 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 бедный юрист она посидел а 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 вот те раз вот вам ребята и ученые а а а а а ничем от них отбиваться потому что даже оружие ближнего боя я не имею нет мне вот 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 еще что интересно тверис когда-нибудь держал в руках оружие или нет потому что если нет все будет печально я надеюсь что да по идее мы же играем в мод Half-Life и я думаю нам здесь придется стабиль хотим мы или нет будет учиться уже по ходу как говорится так стоит ли мне нет не стоит не стоит мне сюда прыгать сюда тоже не стоит в принципе я думал может быть хоть как-то на краешек можно как-то наступить но наверное не на сюда в любом в любом варианте никак запрыгнуть пока не могу давайте глянем ничего в других комнатах под крабик пошел вон так все забаррикадировано а пока ничего полезного не вижу ну кроме любого хэд краба одного второго третьего ты так здесь могу пробиться ну погнали от жизни конечно много отнимают учитывая что мы на харде играем тараканов задавил в принципе не страшно дали обход монтировочку что его спасибо наконец-то наконец-то у меня хотя бы что-то в руках а что может меня спасти а слушайте ребят я в том же самом коридоре оказался главный зал главный зал попробовать спуститься хотя честно скажу ничем хорошим этом возможно для меня не вернется так а как там вартигон ты ходят а если у меня нет пистолета то лучше конечно туда вообще не соваться а немножко хэд крабы похоже на курицу гриль так да наш адвокат понял что реально надо отсюда убираться чем быстрее тем лучше только не факт что конечно лифты тем более поезда будут работать мы с ним договорились я его уговорил так слушайте ребят мне уже ближнего боя я честно говоря не знаю чем он отличается от монтировки ну по моему у нее более замедленный удар и может быть больше урона она приносит так как удар замедленный ну ладно возьмем монтировочку все таки мы уже к не привыкли с 98 года ух ты сколько коробок у меня не будет пистолета чушь мне делать даже для дробовича уже патроны раздобыла так красавчик ну что ты на меня смотришь так а там еще хэд краб отлично наконец-то мне патрон так а почки тут наверное не зря стоят а вот знаете что эти умеет обращаться с оружием наш парень а мне вот что интересно а я вот ящики разбил а как мне запрыгнуть теперь я извиняюсь наверх так как минимум странно ящики все разбил наверх и я запрыгнуть но никак не могу при всем огромном огромнейшим я бы сказал желание при всем громадном желании да все таки надо здесь когда разработчики не предусмотрели что я не должен был ломать все ящики так ладно нет бочки все абсолютно неподвижны слушайте ну давайте может быть сейчас попробуем сделать вот так да допустим вообще если здесь бронька то по идее мы как бы должны были а подождите а тут какой-то проход вот так кстати ребят еще одна такая неприятная особенность этого мода здесь все к сожалению клавиши изменены я не знаю для чего это сделали разработчики честно скажу редко редко когда в модах я встречаю изменения клавиш по умолчанию да вот потому что я в принципе всегда играю с клавишами по умолчанию и модификации а вот здесь они к сожалению изменены это не очень тихо 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 аккуратно вот и меня пришлось эти клавиши все править так как они были изначально по умолчанию да в оригинале ну не такая большая проблема тем не менее какое-то время приходится затрачивать на это разрабы видимо как-то под себя клавиши сделали все таки играет по дефолту в плане управления поэтому я все таки считаю что лучше оставлять управление так как оно было изначально в оригинальной игре это будет самое оптимальное для большинства игроков так оброн полный ага так такие вещи ух ты я сломать не могу как он ее жестко так сожрали они практически ученые так сожрали они практически ученые чуть-чуть освободили проход но в этих больших ящиках по моему ничего полезного не будет поэтому так я хочу но их лучше наверное может быть не разбивать так эти тоже не поддаются так отечка это хорошо фонарик появился еще лучше причем буквально минут пять назад по моему еще не было так так на этих частых герах даже не хочу убрать патроны а вот на это отечка 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 и Стой, 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 стой. Так, всё, хорошо. Огромнились собачки. Так, блин, для патроны, для дробовика это хорошо. Ага, вот он сам дробовичок. Так, мне, ребята, эта дверь как-то должна открываться. Дробовичок я очень хочу взять, поэтому... Давайте сейчас входим сюда. Или уж здесь лаптичка какая-то зелёная какая-то. Так, а как же мне эту дверку открыть? Здесь какой-то пазл. Здесь, наверное, какой-то пазл, и я всё-таки рассчитываю... Ага, ага. Я, в принципе, уже понял, что я могу сделать. Может быть, учёный мне как-то поможет открозить эту дверь. Открозить эту дверь, да. Так, давай, 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 почини меня, хотел сказать. Подлечи меня, конечно же. В тему он сказал, что с моими мозгами, с твоими мусклами, мы создадим идеальную команду. Вот он знал ход от этой двери, что мне очень-очень даже пригодилось. Да, товарищ? Так, а как нам теперь поехать наверх? Может быть, ещё раз кнопочку нажать? Ну? Может, надо ящику брать. Так, честно говоря, что-то кнопка не сильно реагирует. На самом деле. Так, в принципе, теоретически я могу туда... Нет, не могу. Уже не могу залезть. На пару метров он подкорабкается вперёд, а потом останавливается. Так, а зачем мне этот ящик? Кнопка... Кнопка как-то не реагирует. Слушай, а можешь меня его с собакой надо взять? Да, давайте. Ну-ка иди сюда, дружочек. Я тебя слегкаю, а я? Да нет, ты меня... Не то, что задерживаешь. Ты меня совершенно, друг, не задерживаешь. Просто... Так, а что ж мы с этим... Чё ж она... Нет, он не реагирует. Он, он, по-моему... Да, он, по-моему, пытается ехать, но... В какой-то момент тормозит. Так, ну давайте осмотримся. Что тут может быть? Так, здесь ничего. Здесь ничего. Ага. Так, а ну-ка, 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 ну-ка. Что тут мы с этим делаем? Давайте сделать. Вот так. Прокатило. Так, давайте сейчас сюда. Как обычно, да, если вы не помните, сначала лучше пойти налево. Как-то я уже привык. Особенно, играет на Ульфенштайн какой-нибудь, да, 3D. Так, шахта лифта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, еще ниже. А можно нам еще ниже спускаться? Так, здесь, по-моему, кроме сломанного лифта... А, ну еще апречечка, и сейчас возьмем ее. Хорошо. Так, все, да, вроде? Наверх. Так, еще можно выше приняться. Я и шумаю. Кому-то вдруг с упасть, аху. Хорошо, что мне на самый низ. Сказал я и упал на самый низ. О, боже, что-то, боже, божечки ж мои, а. Что ж они? Так, вот сюда можно. Так, вот сюда можно. Так, дверь-ка откроется, нет? По идее, должна. Так, отлично. Так, что ж такое? Элифт для служащих. Ну, это вот этот, на котором мы прибыли. Так, где там вартигон-то? Разговаривать на своем вартигонском языке. Так, управление лифтом. Туда еще один? А, вот так вот, да? Ну, ладно. Так, ну, здесь я не пройду, как обычно. Это все дело вообще под электричеством. Так, ну, здесь можно взорвать. Что-то я не понял. Так, ну, сейчас меня, ну, сейчас меня просто вынесет. Так, взрывоопасный ящик, но почему-то он не взрывается. Странно. Очень, очень, очень странно. Так, ребята, ну, этот ящик двигается. Может быть, ставить левое 3. Слушайте, а можно его придавить? А, ну, а если его под лифт положить? Так, что, теоретически. Нифига, он туда... А, нет, проходят. А, ну-ка. Нет, ребят, ничего не происходит. Совершенно ничего не происходит. Так. Окей, ладно. Допустим. Что у нас есть? У нас есть вот этот лифт. В принципе, бесполезен. И кроме этого лифта, по-моему, больше у нас ничего нормального нет. Так, это спуск вниз. Так, а может, этот ящик сюда можно поднять? Хотя зачем? Даже при помощи ящика, я не думаю, что я могу допрыгнуть до потолка. Я его-то могу, в принципе, поднять, да, на лифте? Только зачем? Блин, ну, хотя я не знаю, но можно попробовать, конечно. Давайте попробуем. У нас пока ничего нет. С вариантом. А ящик мы туда, в принципе, оттащить сможем. Что такое? Ну, ладно, пусть едет наверх. Пешком поднимемся. Так, ну, че, и допустим. Не, ребят, бесполезно. Я все равно сюда допрыгнуть не могу. КОНЕЦ! КОНЕЦ!